Здравствуйте, уважаемые телезрители, телеканал Алмазный край в эфире передача Афиши. В этом выпуске, как всегда, мы вам расскажем о самых последних кинопремьерах, театральных постановках, ну и, конечно же, всеми любимая рубрика Культ Поход. Поехали! Как и сказал Михаил, в этом выпуске мы действительно расскажем о кинопремьерах, страшных и вдохновляющих. Обсудим театральный сезон в рубрике Лишний билетик, а также поговорим о выставках, музеях и концертах в рубрике Культ Поход. В глаз не попади мне, а? Вот личный гример всему учить надо. Вы думаете, сейчас будет рубрика Лишний билетик про театр, да? Про Мирнинский? Нет, сейчас будет рубрика кинопремьеры, про мировые кинопремьеры. Первый в списке наших кинопремьер – жизнеутверждающий мюзикл «Звезда родилась». Сюжет картины можно сформулировать так. Теряющая популярность кантри-музыкант помогает талантливой девушке завоевать успех. На самом деле это классическая голливудская сказка. Всего в мировом кинематографе снято три картины с названием «Звезда родилась» – 30-х, 50-х и 70-х. Кстати, в версии 70-х в главных ролях снималась Барбара Стрейсон. В версии 2018 года актерский состав не подкачал. Тут и Брэдли Купер, это его режиссерский дебют, и Леди Гага. Между прочим, некоторые сцены фильма снимались во время реальных концертов певицы. Теперь о криминальной драме на районе. И тут предыстория картины может оказаться такой же интересной, как и ее сюжет. Когда-то Ольга Зуева уехала из родного Владивостока и сделала карьеру успешной фотомодели. Потом стала актрисой и снялась в американском блокбастере «Солд». А потом вернулась домой. Вернулась в том числе и во Владивосток, в которой и перенесла сюжет своего фильма о суровых пацанах на районе и тяжелом моральном выборе. Ты со мной? И да, тут есть Данила Козловский. Правда, тут у него далеко не главная роль. Ты закончил, что мы оба начали, понял? Ты что, я не урок! Теперь давайте поговорим о фантастическом боевике с Томом Харди – Веном. Вообще-то, Веном – это персонаж из вселенной Человека-паука. По сюжету комикса, это некая злая сущность, прилетевшая на Землю из космоса. Пришелец в свое время сделал Человека-паука гораздо сильнее и злее, и чуть его не погубил. Почему-то кинематографисты решили посвятить Веному отдельный фильм, и теперь инопланетная сущность переводит на темную сторону не Питера Паркера, а совсем другого репортера. «Посмотри мне в глаза, Эдди! Мне кажется, мы можем делать все, что захотим!» «У этой силы есть и свои плюсы!» «Ты не представляешь, как меня напугал сейчас!» «Эдди, помоги мне, и я сохраню тебе жизнь!» Самая загадочная и многообещающая премьера в нашем списке – это, конечно, ничего хорошего в отеле Элли Рояль. С виду благополучный отель привлекает к себе внимание семи постояльцев. Все они не те, кем могут показаться. И у всех есть свои секреты и свои большие проблемы. «Вы потерялись, отец?» «Я могу тебе кое в чем признать. Никакой я не священник». Похоже, что именно старый отель станет ареной, где все эти проблемы решатся. И не у всех благополучно. На самом деле фильм сразу заходит с козырей. Уже в первых кадрах мы видим Джеффа Бриджеса, Криса Хемсфорта и звезду безумцев Джона Хэма. Так что зрителю будет на что посмотреть. «Ты следишь за мной». «Только за теми, за кем они скажут». «Кто они?» «Руководство». А теперь нагоним ужаса с картиной «Хэлфест». Три подруги решаются отпраздновать Хэллоуин и отправляются на тематический фестиваль. Разумеется, на празднике, посвященном всяким ужасам, можно сфотографироваться с вампирами, оборотнями и маньяками. Проблема заключается в том, что один из ряженных, мнимых убийц – вполне себе настоящий садист. «Напарень!» «Там парень, про которого я говорила!» «Как же это круто!» «Обить!» Ну а теперь о чем-то резко контрастирующем с фильмом ужасов – «Пришельцы в доме». Кто бы мог подумать, что инопланетяне вот так запросто могут приземлиться на заднем дворе обычного дома. Точнее, три пришельца не приземлились, а разбили свою летающую тарелку. Повезло, что двор, на который они упали, принадлежал мальчугану, верящему в пришельцев. А для самого мальчугана стало сюрпризом, что и пришельцы могут оказаться точь-в-точь как дети, только со сверхспособностями. Их неожиданные визиты и экстраординарные способности публикут за собой невероятные последствия. Мой сладенький, нравится! О да, детка! Что здесь происходит? Тише, крошка, может, потанцуем. Если вы не любите слишком страшные или откровенно детские фильмы, то, возможно, вам понравится романтическая комедия «Патрик». Главная героиня никак не может привести свою жизнь в порядок. С карьерой и личной жизнью, ну, просто беда. К проблемам девушки добавляется еще и питомец – капризный мопс по имени Патрик. Впрочем, лучшего друга человека не зря так называют. Я не, он мне не нужен. У вас режутся зубки. Надо стерпиться, слюбиться. У нас с вами разные представления о любви. На нем рано ставить крест. По морде вижу, он старается. О, мамочки мои родные! Прости. Без проблем. Наверное, спасал жизни? А, нет, залит на «Играх престолов», забыл про свидание. Ясно. И еще один бандитский фильм в нашем списке – «Кубары». Сюжет новой ленты, как обычно, замешан на крупных деньгах, коррумпированной полиции, клубной жизни и рэперах. Плюс тут есть отличный актер – Евгений Стычкин. Так что, если вы разбираетесь в том, как отличается Баста от Нагана, то фильм вам должен понравиться. И да, музыка в этом фильме играет ключевую роль. Не зря тут Баста еще и композитор. Мы что тут шутки шутим, Анатоль. Я должен достроить клуб. Я тебя прошу, старик, помоги. Не бойся, Артур, врагов мы накажем. И все будут знать, что так будет с каждым. Все, спокойно, все! И называться все это будет Клуб. Ба. Рэ. А теперь пару слов о долгожданной премьере этого года. «Царь-птица». В российском кинематографе уже давно говорят о волне якутского кино. И вот оно, признание. На международном московском кинофестивале главный приз фестиваля «Золотой Георгий» был присужден якутскому кинофильму «Царь-птица». Высокая оценка жюри подогрела интерес к кинокартине. И теперь у нас есть возможность самим узнать историю пожилых супругов, в чей дом прилетела священная птица. На тени века. Ну вот именно сейчас, в данный момент, наступило время рубрики «Лишний билетик». Рубрику «Лишний билетик» мы начинаем с хорошей новости. 5 октября в Мирном открывается новый театральный сезон. Первым в этом сезоне спектаклем будет «Колыбельная» для экскаватора. Где зрителей ждет история поколения, основавшего первые города и поселки алмазодобытчиков в Якутии. Интересно, что авторы спектакля использовали в своей работе интервью с людьми, запомнившими мирный еще как палаточный городок. Уже 7 октября юного зрителя ждет хорошо проверенная классика. Детский спектакль «Приключения Колобка». Как обычно, сдобный непоседа убегает и от бабушки, и от дедушки. И еще одна взрослая история о непростых отношениях в провинциальном городе. Спектакль «Удалой молодец. Гордость Запада» вновь поднимает вопросы о том, что привлекает людей друг в друге, и как общество может создать себе кумира из ничего. Все, грим закончен. Ну и рубрика «Культ поход» тоже готова. В столице Алмазного края в картинной галерии детской школы искусств продолжает работать этновыставка «Вековые традиции». Тут вы увидите национальные костюмы, украшенные искусственными вышивками из бисера и саму вышивку как отдельный экспанат. Также благодаря картинам местных художников и фотографиям вы сможете ощутить атмосферу и узнать историю небольшого села Сюльдикар. Еще одно молодежное мероприятие пройдет 13 октября во Дворце культуры «Северное сияние». Своих гостей ждет дискотека, посвященная Международному дню девочек. Так что ведите себя, как джентльмены. В эфире была передача афиши на телеканале «Алмазный край». Будьте в курсе самых последних культурных мероприятий города. Да, и не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»